Госсобрание поблагодарили местные советы за помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Встреча с муниципальными депутатами состоялась в канун Дня российского парламентаризма. Общественники на местах организуют волонтерские штабы и центры для сбора гуманитарной помощи и проведения разъяснительной работы семьям участников СВО. Как получить ту или иную льготу, устроить ребенка в детский сад без очереди, оформить необходимые документы. Кроме того, в ряде муниципалитетов, где по решению главы республики созданы специальные центры поддержки, оказывают психологическую помощь отслужившим и тем, кто ждет своих родных с фронта. К работе подключились не только депутаты местных советов, но и представители малого и среднего бизнеса, а также сельхозпредприятия. У нас в районе создан волонтерский штаб. Ребята обратились, мы искали, повторяю, у нас была машина служебная. Мы с коллективом пообщались и совместно решили, что передадим этот у вас. Совместно подготовили, нанесли защитную краску и с гумкомбоем отправили в зону исхода. Государственное собрание, как и местные советы, не находится в стороне от тех вызовов, которые, к сожалению, или с которыми столкнулось наше государство. На сегодняшний день на передний план повестки вышел вопрос как раз реализации задач специальной военной операции. И мы сегодня хотели как раз порассуждать, как на уровне местных властей, на уровне муниципалитетов, на уровне органов власти, в виде советов, решается эта задача. Напомню, что с начала специальной военной операции на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Ферхсомской и Запорожской областях побывали десятки народных избранников от различных партий и предпринимателей. Организована отправка более 20 гуманитарных конвоев из Башкортостана. Отремонтирована местная школа имени Мини-Галиша и Муратова в ЛНР и спроектирован и построен мобильный асфальтобетонный завод.